Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Vabon Games и сегодня праздничный день. Да, друзья, у меня день рождения и это праздник. В любом случае, я устал немножко от праздников. Вы знаете, недавно был день рождения у малого, сегодня у меня, у моего папы. Но я по традиции не посадил сегодня папу рядом, потому что все в беготне, рабочая неделя, рабочие дни. Малой вообще в школе и поэтому я обязан был вам, друзья, сделать от себя подарок. То, что вы заслужили еще на новогодних праздниках, но я отдыхал и создавал все это очень долго. Короче, не тот запал у меня, поэтому вас еще прошу, сделайте на PlayStation 5 KHL кто-нибудь. Сборную России я уже кое-как создал, но мы с вами будем над ней работать. Да, друзья, молодежка, молодежный чемпионат мира за сборную России, которая обязана была быть на этом чемпионате, который без нее, как я считаю, получился не совсем полноценным. Вы же напишите свое мнение в комментариях, смотрели ли вообще этот чемпионат мира по хоккею. Ну и сразу говорю спасибо за поздравления с моим днем рождения. Поехали, друзья, переходим сюда. Да, Латвия была вместо России, как вы знаете, и, естественно, мы играем, ну, в товарищских матчах. Вот она, сборная России. Вот так будет выглядеть логотип нашей команды. Мне не нравится рейтинг сейчас. Что я сделал? Я собрал игроков, которые были вот в VHL. То, что мы играли за Сканеву, там, со звезды взял еще нескольких ребят. И еще добавил туда ребят, которые здесь есть в игре. Но сейчас я вас познакомлю полностью с составом. И вы, конечно же, будете обязаны мне сказать, кого в обон тебе не хватает. Поначалу еще покажу вам форму. Вот такая у меня получилась форма. Мне прям нравится. Мне прям очень нравится, как сборная России выглядит в этом комплекте домашнем. Абсолютно прикольно. И есть выездная, она белая. Мне нравится. Может быть, у вас какие-то есть корректировки. Опять же, о них пишите. Но сейчас мы не будем играть дома. Потому что нам нужна площадка. Да, площадка будет нам-то нужна совсем другая. Мы-то будем здесь выездной командой. Потому что у нас чемпионат мира молодежный. И лед соответствующий должен быть. Но я думаю, что мы сделаем, естественно, хоум. Да, альтернативной формы не сделал. Кстати, предложите, может быть, свой альтернативный вариант в Телеграме. Можете написать про это. Ссылочки есть на него в описании. И первый матч со швейцарцами у нас будет. Потому что сборная Швейцарии как раз в Латвии первую игру играла. И здесь мы заходим в тот самый молодежный чемпионат мира. Вот он. Джуниор чемпион. Где России нет. Но Швейцария, естественно, есть. И давайте сейчас посмотрим, какой у них рейтинг. Я думаю, он будет выше, чем у нас. Да, он почему-то 70-62. У нас вообще почему-то очень низкий получился рейтинг. Но я знаю, что вы сейчас напишите, каких игроков я не добавил. Потому что я писал и в Телеге, и еще где-то в ВКонтакте, в группе, и в сообществе на Ютубе. О том, что ребята, пожалуйста, давайте там что-нибудь предложить свои варианты. Но что-то как-то с трудом предлагали. Кроме Мечкова и еще там кого-то не написали. Вот, какой получился у меня состав. Вот эти вот ребята будут представлять нашу сборную. Все подходят по возрасту. Не смотрите, у некоторых возраст все подходят. Все. Просто здесь ошибка не до конца сделана правильно. У некоторых есть, соответственно, фотографии. Потому что эти ребята в самой игре присутствуют в своих лигах. Вот. Так, давайте защиту покажу. Но я понимаю, что надо усиливаться. Прям надо усиливаться 100%. И я знаю, что нету у меня здесь Вани Мирошниченко. Вот. Я его просто не успеваю сейчас создать. Но вы мне скажете, как создать и какой рейтинг ему поставить. Прям в комментариях обязательно пишите. Кого еще надо добавить в эту молодежную сборную? Обязательно. Вот наш голкипер первый номер. Ну и все. Все. Большой палец вверх. Тысяча лайков. И мы с вами выпускаем вторую серию. Второй матч на этом чемпионате мира. Молодежном. Я надеюсь, вы прям меня сильно будете поддерживать. Потому что я невероятно, друзья, надеюсь на то, что здесь будет просмотров хотя бы столько, сколько было, ну, похоже на то, что было в предыдущем ролике с молодежкой. Друзья, ну а у моих хороших друзей компании Лиги Ставок стартовала новогодняя акция с супер призами. Для того, чтобы участвовать, тебе всего лишь нужно заключать пари. И если у тебя окажется самый высокий коэффициент, ты получишь iPhone 14 Pro. Все ссылочки находятся в закрепленном комментарии. А сама акция продлится до 14 января. А также для любителей хоккея стартовала акция Лига Хоккея. Активируй промокод ЕЛКА2023, заключай пари и соревнуйся с другими участниками. Победитель же получит приз 70 тысяч фрибетов. Тот, кто займет вторую строчку 45 тысяч. Ну а третий призер 25 тысяч соответственно. Это что-то невероятное, поэтому переходите по ссылочке в закрепленном комментарии. И я желаю вам удачи. Гимн Швейцарии. Послушали с вами. Раша-Раша, наверное, тоже на Russian Federation надо исправить, как мне кажется. Но, опять же, жду от вас ваших комментариев или так тоже пойдет. Слушайте, но внешне мне нравится, как сборная выглядит красиво. Единственное, может быть, номера надо другой... Хотя и номера красиво выглядят. Мне прям все нравится сейчас в сборной России. А если мы еще и в начале игры бы голы забрасывали сразу, было бы просто великолепно. Настройки, ой-ой-ой, хорошо как. Хорошо, Мечков там мог подставлять. Настройки, кстати, тоже практически никакие я не делал. Все на стандартах. Ребят, то есть работаем вместе. Я вас очень прошу, чтобы у нас что-то получилось. Передачу надо было на дальнюю отдать. Какой же был сейчас шанс у сборной России открыть счет? Честно, у меня просто разрывается телефон. Я его не отключаю. Звонки, смс-ки от вас, поздравления постоянно идут. Пытаюсь как можно больше всем ответить. Постараюсь и под этим роликом на все комментарии ответить. Но, друзья, если вдруг кого-то пропущу, не обижайтесь, пожалуйста. Вы знаете, я всех люблю, всех уважаю. Когда мы видимся с вами на каких-то мероприятиях, я с удовольствием, с удовольствием с вами со всеми общаюсь, фотографируюсь. Так что, ну, если хотите, чтобы вас точно заметили, можете в Инстаграме сегодня отметку меня поставить, если фотография есть со мной. И я, конечно, эту фотку репостну себе в сториз. Вот так вот, вот такое обещание. Ну что ж, швейцарцы, смотрите, взяли-взяли, да, взяли на себя вот это вот преимущество. Но мы помним, со Швейцарией всегда тяжело. Но с Россией тоже всем тяжело! Какой сейф! Песка, как правильно эта фамилия произносится, не знаю. Ну, красавец. В любом случае, Владислав. Я его буду Владом называть. Влад Красавчик. Молодец. Главное не перехвалить. Есть прямо у нас совсем молодые пацаны в этой сборной. По-моему, кто-то даже 17-летний играет. Не совсем, скажем так, под этот чемпионат подходящий. Но, опять же, говорю, создавал все я, друзья, из вот чего-то, что было просто в руках. Я, на самом деле, так насоздавался в свое время. И говорю, дорогу молодым. Кто может сделать круче сборную, сделайте. Я ее прям себе сохраню и буду за нее играть. И вас, соответственно, прорекламирую в следующем ролике. Если вы прям состав создадите, в PlayStation 5 его запихнете. И будет вам тогда праздник, как говорится. Ой, ой-ой-ой, какое сейвище! Пацаны у меня прям прессуют. Ой, я не понимаю, куда бежать. Пожалуйста. Да почему? Ну почему шайба прошла мимо? Да, да, сложно. Сложно. Ладно, первый период. Вот такой получился. Задави, задави его, да блин. Физухи прям пацаны проигрывают. Матвей, ну ты хотя бы здесь, да? Хорош, Мечков. Че, Мечков тебя встретит? Ага, родной. Ой, как красиво. Матвей. Хорошо, Мечков, здорово как вошел. Кто откроется? Кто откроется? Гол! МИЛИЧЕНГО! Е-е-е, бэйби! Матвей, Мечков все сделал. Ну и как же, Кирилл? Кирилл? Лучший. Просто лучший. На, получай. А что вы хотели? Вы думали, что так легко вам будет? Нет, ребятушки, Россия! Да-да-да-да-да. Ой-ой-ой, как вас много сразу. Хорошо. А здесь уйдем. А вот сюда! А вот сюда! Какой сейв! У нас будет пауэрплей. Ну какой был момент сейчас у сборной России. Прошу обучельников. Ой, в центр можно и забить бы. Блин, еще один надо было пас отдать. На дальнюю, наверное. I will play for you. Как он танцует с тобой. Ай. Ну-ка. Ну-ка. Да почему ж ты не развернулся-то? Ой, как здорово! И вдали! Конечно! Миниченко! Дубль! Дубль у этого парня. И 2-1. Сборная России уже впереди. Без ассистентов. Ничего страшного. Мы эти голы знаем. Все нормально. На результат играем. Все хорошо. Ой-ой-ой! Опасно! Вот это опасно сейчас было! Ух ты! Хорошо! Здорово! Барбашев, кстати! Это не тот Барбашев. У него тоже 49-й номер. Кстати, насчет номеров. Не знаю. Соответствия есть, нету. Ничего не менял. Но это Барбашев, по-моему, брат его, да? Забыл, как зовут, если честно! Какой был момент! Ах, не успел щелкнуть. Ну ладно, мы этот период здорово провели, ребятки! Ведем, ведем в счетике! Ай, какие голы красавцы! Лайк, лайк, лайк поставь! Хорошо! И вот сюда! И, блин, успели перехватить! Ой-ой-ой, опасно! Кирсанов успеть надо! О-о-о! Супер гуд сейф! Мечков! Мечков, пошел! Сюда! Хорошо! И вот сюда! И-и-и! Какой же был шанс! Ой-ой-ой! Очень опасно! Очень опасно сейчас было! Как классно! Как классно вообще катятся в НХЛ-ке! Как я кайфую, ребятки! Вот сюда паси! К момент! И Мечков шайба остался! Но, правда, там очень близко к голкиперу было! Так, хорошо, Матвей! Хорошо! Мечков! Да почему же я чуть-чуть? Надо было еще ближе подкатиться! Эпизод-то был голевой! Здорово! Ой, так нельзя! Вот так нельзя шайбу терять! Ни в коем случае! Особенно в центральной зоне! Так, где защитники? Вот дальняя штанга! Ух ты, посмотрите, как перехватывают, а! Ой, ребятки! Как у меня телефон! Просто вибрирует без остановки! Я понимаю, что хотят поздравить, но... О, дай, дай вперед! Дай вперед! Конечно, Афанаси! Вот так вот! Хорошо! Вот это хорошо! Все, Швейцария включилась! Ох ты, опасно, как бросают! Осипов здесь накрывать не получается! А, успели! А, успели мы клюшечку поставить! Да-да-да-да-да! Давай-давай-давай! Вот так вот здорово! Через центральную зону даже входим! И через Петрова! И Петров возвращает назад! Блин, зачем бросал-то с задней стороны? А у нас будет преимущество, ребятки! Блин, зачем? Здесь надо было подержать шайбу! Вабончик, что ты делаешь? Куда ты торопишься? Я понимаю, переживаешь за результат удаления у швейцарцев! Удаление! Забросить бы сейчас! Было бы очень хорошо! И так вот не терять шайбу на синий-чужой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Швейцарцы очень активные! Какие-то подставления вот здесь было бы неплохое! Опасно! 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 А может быть их уже шесть? Я что-то не могу посчитать! Да! Забрать! Забрать шайбу! Блин, пацаны! Только не так! Пожалуйста! Все, 40 секунд! Вот теперь у них могут быть пустые ворота! Но шайба у нас! И мы ее можем! Да, вот! Чего? Как пас? Это не прошел? Да, у них пустые ворота! Нужен перехват! Да, нужен перехват! Надо забить пустые! Просто забить пустые! С неудобной! Можно щелчка! Я промахнулся! Ё-моё! Ё-моё! Телефон опять звонит! Тихо! Пацаны! Пожалуйста! Пожалуйста! Что происходит? Ё-моё! Возьми шайбу! Как забросить, я не знаю! Наконец-то! Наконец-то я нашел! Нашел этот бросок, Афанаси! 3-1 победа! Победа в первом туре! Егор, красавец! Красавец! 13 секунд, но мы точно победили! Все, швейцарцы, можете пока отдыхать и в следующих матчах искать радости свои! Мы тут со сборной России что-то придумали! Выливая, получается, да, победа? Выливая победа! За это лайкусик! Лайкусик! За такую игру на предпоследнем уровне сложности с командой 60 рейтинг! Но усиливаться будем! Да, у нас Финляндия, США, Словакия, Швейцария! Вот! Вот такие вот соперники! Друзья, болейте за сборную России! Пишите в комментариях, кого добавить! Какой рейтинг должен быть у игрока! И вообще нюансы! Может быть кто-то есть в этой игре в НХЛ! Мне не надо будет добавлять! Я его просто отсюда в сборную не создавать, точнее, а просто в сборную! Оп! И все, у нас уже в команде! Какие звенья! Короче, все пишите! Вместе с вами все это делаем! Люблю, целую, обнимаю! Спасибо еще раз всем за поздравления! И до скорых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!